Доброе утро! Я буду говорить о молекулярной патологии при опухолях мягких тканей и буду говорить о практических аспектах. Итак, саркомы мягких тканей – это гетерогенная группа очень редких заболеваний. Встречаемость – это 5 на 100 тысяч в год. 20-30% этих случаев имеют рецидивы локальные и 30-50% метастазируют, особенно в легкие. И 5-летняя общая выживаемость варьируется между 55 и 65% независимо от гистологии или гистологического подтипа или стадии заболевания. И как редкость, так и гетерогенность этого заболевания влияет на диагностическую точность. И, безусловно, надо сказать, что мы знаем, что они могут возникнуть в любой части организма человека. И какая у нас правильная классификация на данный момент. Прежде всего, рационал клинического принятия решения и клинического размышления зависит от того, какая это опухоль. И, прежде всего, прогноз также очень важен. Он зависит от правильного диагноза. Затем, это прогностическая значимость. Нельзя забыть о прогностической значимости. Затем, традиционная морфология – это очень мощный инструмент. И молекулярная генетика – это то, что сегодня имеет определенную значимость в конкретных отдельных случаях. И если мы посмотрим на массивное параллельное секвенирование или на секвенирование нового поколения, это то, что можно, прежде всего, посмотреть на секвенирование полного генома, на полногеномное секвенирование, полноэкзомное секвенирование или на таргетное секвенирование. Вот это ДНК, сегвинирование РНК, это профиль генной экспрессии, это также определение структуры РНК, и также мы можем посмотреть на хроматин. И почему молекулярная патология является такой важной для определения при классификации сарком мягких тканей? Прежде всего, у нас есть всеомиогенные опухоли, и это опухоли, и в третьих случаях они содержат как минимум, некоторые из них действительно имеют фаскулярную такую структуру, которая наличествует в опухоли. И надо сказать, что новая перестройка в гене серпинфосп, как правило, повышает фосп, и, соответственно, антитела фосп, вот как вы видите здесь, они для нас очень важны, потому что мы можем таким образом идентифицировать опухоли этого типа. Более того, идентификация солидных опухолей имеют определенные диагностические маркеры. Например, вот эта солитарная фиброзная опухоль, в которой благодаря молекулярной биологии, которую мы можем идентифицировать благодаря молекулярной биологии, и также есть определенные гены, в которых была уже открыта перестройка, и также есть антитело, стал 6, на которое мы можем полагаться, которое также является очень полезным и очень чувствительным для диагностики этого типа опухоли. Также перестройка генная, включая КАМТА-1 и WWTRA-1, это эпителиодная эндотелиома, и надо сказать, что этот ген экспрессируется в 80% подобных эндотелиом, и ТФ-3 только приблизительно в 30%. Антитела также были созданы, разработаны для подобной генной перестройки, это КАМТА-1, для эпителиодной эндотелиомы, и недавно были другие молекулярные маркеры, и мы при опухолях, при солидарных фиброзных опухолей, это анавиксоидная саркома, и также склероидная, это эпителиодная фибросаркома, вы видите, что здесь фосп и также при остеобластоме, это фосп и в гигантоклеточной хондропластоме, и также верительноклеточная рапдиосаркома, это вот те волекулярные патологии, опухоли мягких, они также важны для идентификации непосредственно самой опухоли, и вот это одна из публикаций, мы уже говорили о СИЗ-ДОКС-4, и это фактически та перестройка, которая включает в себя при саркомах мелких гигантоклеточных саркомах, это абсолютно новая перестройка, которая недавно обнаружена была ее связь с саркомой, которая определяет конкретные другие типы саркома, также есть идентификация и других мишеней, потенциальных мишеней, которые мы сегодня изучаем, и все хорошо знаем, что перестройка в гене НТРК 1, 2 или 3 является очень мощным онкогенным драйвером, и есть определенные препараты, которые направлены непосредственно на эту перестройку. И также, более того, молекулярная патология также важна для подтверждения диагноза. Вот здесь один из примеров экстраскелетной миксоидной саркомы или миоэпиталитальной неоплазмы. Существует большое количество морфологических перехлёстов, когда мы определяем, то иммуногистая химия не всегда является хорошим инструментом, и также, может быть, перестройка в гене ИВСР 1, надо сказать, что она является более агрессивной, нежели другого типа миксоидной саркомы, и перестройка в НР4А3 очень полезна. Это хороший диагностический инструмент, который позволяет нам идентифицировать экстраскелетную миксоидную саркомы. И у нас есть сегодня много перестроек, много мутаций, которые включают в себя разные опухоли и позволяют нам их определить. Именно поэтому морфология остаётся очень важным инструментом. Например, 90% подобных сарком имеют перестройку в СРВ 1, и также есть определённое количество с перестройкой в АТФ 1. И также вы видите клетки, которые показывают нам перестройку между... И только некоторые случаи показывают также перестройку в АТФ 1. В заключении могу сказать, что саркома является гетерогенным типом опухоли, и точный диагноз является очень сложным. Молекулярная генетика является важным и хорошим инструментом, и междисциплинарный подход, как Григорий уже говорил, является абсолютно неотъемлемой частью диагностической процедуры. Большое спасибо за ваше внимание.